Команда выходит на поле и мы услышим гимн. 120 дБ. 120 дБ совершенно верно. Чтобы переключать и освистать никто бы не смог. Да, в 2009 году здесь была скандальная ситуация, когда Барселона играла с атлетиком Бильбао. И эти автономные округа, Каталония и Басконе, они позиционируют свою независимость. И поэтому к всему испанскому относятся по-особенному. Да, ну а его говорить, что Фуан Карлос уже здесь. Показывает тоже его приезд. А, кстати, тоже гимн играет. Я вот не узнаю гимн Испании в этом конкорде. Да нет, это по-моему не гимн. А вот приветствую мелодию пока просто. Ну что ж, с этого года и ближайшие еще три сезона не просто играется гимн Испании на финалах Кубка Короля, а играется еще и гимн страны чемпиона мира. Такого раньше никогда не было на этом турнире. А сейчас вот есть. Ну просто Испания никогда не была чемпиона мира до сезона 2010 года. Ну и сейчас... Тренер Барселоны с самой маленькой бородкой в мире. Он сегодня здесь. Подстригся, кстати, он после прошлой игры. А то он был оброшен, да. Да. Ну что ж, теперь уже все готово к началу игры. Осталось только Пинто добежать до своих ворот. Тосилис уже на месте. Ну Пинто постарше, потяжелее чуть-чуть. Вратарей в первом тайме будут освистываемы и подначиваемы трибунами своих конкурентов. Вилья и Месси в центральном круге. Педро чуть поодаль. Барселона будет начинать. Сейчас получается это Реал выбрал. Вот такую вот расстановочку. Возможно. Начинает Барселона Буткетс. Сегодня очень интересная пара центральных защитников. Маскерана Пике. Такое мы видели совсем недавно в матче Лиги Чемпионов в Донецке. У кого какая фан-зона. Кстати, Барселона расположилась там же, где и два года назад, когда Удачин сыграл против Атлетика Бильбао. Реал исполняет штрафной. Серкио Рамос и опять Пинто. Вот заметил? Дернулся. Дернулся. А там было положение вне игры. Положение вне игры, но стоит заметить, что Рамос, наверное, прятался в этом офсайде. Мяч под свой контроль. Реал сопротивляется. Реал же, в свою очередь, пытается максимально быстро организовать свое наступление. Вот как, например, сейчас. Это Димаре. Ох, какой пас! Озил! Промедлил Озил! Криштиану можно бить! Криштиану! И едва дня автогол. Он так и продолжается. Криштиану делает пас чуть назад. Озил. Что творит, а? Не знаю, как насчет. А вот опасный момент он получился. Вот, видишь, он наступил специально на ногу. А, это меняет дело, да. Это меняет дело. Да. Вот они друзья по сборной, а? Может, они в сборной тоже не разговаривают друг с другом. Ну, на банкете-то, наверное, вместе были после победы. Да, там было красиво. Федира играет головой. Мяч уходит за пределы поля. Плохо дал, плохо. А вот ответ Барселоны. Здесь варится Вилья, варится уже в офсайде. В обнимку с офсайдом. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Смотри, что творят. Какой кошмар. Подняли человека и тем самым, конечно, нанесли ему неправимый урон. Да, ребята. Вы знаете, что я вам скажу? Вот пока то, что я вижу, знаешь, вот с точки средней эмоционального градуса. Которая позиционирует сейчас в Литюбе. Куда пин-то выходит? Ничего особенного не будет. Как, например, объяснить то, что практически не получает мяч Месси? Мы прекрасно знаем, что Месси в таких ситуациях, наоборот, помогает в своей средней линии. Отходит назад. Этого же совершенно не происходит. Смотри, что получается. А, смотри, вот сейчас такой мяч могли забить. Это на атакующую игру. И только один защитник Гарай. Да, в форму сказали мы с Петром Ивановичем. Ну и Дудок. Да, не отдан. Не отдан, но потому что Дудок тоже начинал играть в Курпус в этом сезоне. Здорово пробил Пепе. Никаких шансов для пин-то. Угадим мяч чуть-чуть правее. Повезло здесь Барс. Мадридский поет, а вот Барсиловский топлион или что-то болит. Ну, я тебе сейчас ответил. Спеть это завсегда. Знаешь, вот есть такая статистика, сколько спирта выпивается в стране там на одного живого человека, да? Вот я не знаю, если была статистика, сколько веселья на грамм спирта. Вот здесь испанцы-рекордсмены. Они могут с одного бокала вина веселиться всю ночь. Возможно. Не агрессивно. Папа, вот смотрите, здесь это коробка. Вот он показывает же сейчас, да? Вот мы сидим с той стороны, где козырек. Под козырьком, где-то в серединке. Вот так и пробавляемся каким-то образом. Барселона уже вышла на поле. Реал ждем. У Барселоны, судя по всему, нет замен. Все игроки уже появились. И они все те же, что были и в первом тайме. И символично, да, что Гвардиола поднимается по ступенькам неторопливо. И выходит он под песню «Из камен о». Вот Кассилис, капитан Реала. Он ждет своих партнеров, чтобы одному ему пока не выходить. Без бороды Икира выглядит, мне кажется, более серьезным и таким брутальным. Ну, ему есть кому-то на эту тему посоветовать. Да. Кстати, тут на трибунах Шакира. Шакира? Да. Она шокирована игрой Барселоны. Сара Карбонера тоже, я уверен, приехала. Ну, куда без нее. Вообще, я, кстати, заметил, что в Испании очень много женщин-журналистов. Очень много. А как Мисси контролирует мяч? Он выбирается из-под их пресса, надо забивать. Бэдро! Да вне игры, вне игры, вне игры, вне игры. Посмотрим сейчас. Уже не та позиция, чтобы нам идеально об этом судить. Да, ребята, Овсадь. Овсадь. Гвардиоло сохранял ледяное спокойствие все это время. Его голова даже льдом поблескивала в этот момент. Ну что ж, бывает. Гентинец. Марселло. Димария выигрывает борьбу за мяч. Удар. Гол! Гол! Гол, гол, гол. Гриштиану Роналду. 1-0. 1-0. Но здесь даже... ...матча у него другого не будет. Пинто. Пинто в штрафной площади. Мечется. Толкается Сарбелоа. Мауринио кому-то что-то показывает. Уже не понять. Это последняя атака в этом матче. Пинто там все ищет. Возможность, куда бы ему открыться. Но он этого не сделает до тех пор, пока Димария не уйдет с поля. Димария совсем не торопится. Но вот сейчас Маленко смотрит, показывает. Раз, два, три. Третьим шагом переступил заветную линию Анхель Димарию. И штрафной подает Лионель Месси. Подача! Хаби Алонсо мяч выносит. Ворота пустые. И все! Рассаживается игра Кириала. Одна из пушек не сработала. Вот как-то сейчас начала постепенно плеваться. Все эти блестящие дребедения. Все очень красиво. Все немножко волшебно. Ну вот, друзья мои, мы еще сейчас пойдем в город. Там тоже будут праздники, я думаю. Вы этого уже не увидите. Ну, увидите, может быть, репортажи наши в футбольном клубе. Но мы вам расскажем. Обязательно расскажем, как это будет. Итак, Кубок Короля 2011 года. Продолжение следует. Спасибо. erk accomplishment. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. uinfait曼mzkacja